Всем привет! С вами Сергей Брэдпо. Сегодня я хочу рассказать о книге, которая вышла в серии «Звезды научной фантастики» от издательства АСТ. Автор Тед Косматко и роман называется «Мерцающие». Вышел, как обычно, в этой серии книги с суперобложкой. Вот так он выглядит без нее. Белоснежная страница. Самое важное я книги уже рассказал, так что можно бежать в магазин и покупать ее. Шучу, давайте немножко разберем все-таки сюжет, о чем эта книга, чем она мне понравилась и что тут все-таки оказалось слабым, и почему немного меня разочаровало. А разочаровало у меня то, что я прочитал сначала аннотацию и прочитал вот эти вот рекламные позывы, которые написаны на обложке, и ожидал я как раз-таки то, что написано там, а в результате получил немного другое. Разберемся по порядку. Итак, поехали. На обложке сказано, что это выдающаяся книга в жанре твердой научной фантастики, поражающая неожиданным сюжетом и философской глубиной. Автор данного сказано – журнал Science Thrillers. Или журнал, или что это, не знаю, что это даже, может сайт даже какой-то. Опять же, как и в предыдущем злообзоре, хочу сказать, что вот не получилось этого. Вот не является здесь философской глубины и неожиданного сюжета. Вообще, начнем разбирать поначалу. Что-то я скачу и сразу разбираю отзывы, прежде чем, собственно, рассказать, о чем сюжет. Итак, давайте разберемся с книгой. О чем эта книга, какие у нее слабые и сильные стороны. Сильные стороны начинаются вот буквально с первых страниц. Сюжет действительно цепляет. Мне нравятся сюжеты о ученых, об открытиях, о том, что переворачивает мир или что переворачивает вообще отношение к определенным вещам, к мироощущению, к теориям каким-то фундаментальным. И вот если они рушатся или как-то опровергаются, это всегда интересно, интересно про это почитать. Особенно здесь лихое, действительно интересное начало. Мы наблюдаем за главным героем, который, честно говоря, мне как-то не сильно приятным показался. Это этакий алкоголик в завязке, и вначале у него довольно много будет размышлений. И я думал, что со временем как-то будет рассказано, почему он, собственно, пьет или что, почему такой персонаж главный стал. Но в этом не суть. Суть была в том, как этот главный герой, как он будет заниматься одним интересным открытием, которое он вообще захотел повторить один опыт, так как в течение обстоятельств так сложилось, что его пригласили в один научный центр, и он захотел там повторить один опыт, ну, до того, как его уволят. Потому что он понимал, что это не его место, что-то у него не получается где-то гениально открыть. И вот когда он этот опыт повторяет, внезапно, опыт, который довольно известный, внезапно он открывает интересную особенность, которая поначалу его просто заинтересовала. К нему подключаются его знакомые, они начинают делать опыты, все больше и больше раскручивать, что же он все-таки открыл. И в результате все закручивается действительно интересно. Вот сама, как становление вот этой мысли, как у него приходили эти идеи, как вот происходило это все открытие, вот за этим действительно было интересно следить. Следить за развитием этого сюжета было интересно до той поры, пока главный герой не столкнулся с этакими силами, которые начинают ему противостоять, начинают ему, по сути, чуть ли не запрещать и насильно удерживать от дальнейшего развития. И вот здесь все, сюжет начал рушиться, началась рушиться вообще основная линия. И здесь, в принципе, интересный научный такой роман начал превращаться в банальный боевик. Там какие-то беготня начинаются, драки непонятные, при этом еще там размышления о физике и так далее. И вот вся концовка, какие-то штампы пошли, и вот действительно концовка вот слилась просто вот напрочь. К сожалению, это меня очень расстроило, потому что сама завязка, вот эта идея, идея происхождения души, религиозные какие-то вопросы, идея вообще о развитии, как открытие какое-то происходит, как это вообще меняет мир и как вот мир на это открытие реагирует. Вот это все было интересно. Но потом вот эти все события, которые потом последуют, невыразительный главный герой, это изначальность, он как бы на фоне, то есть он делает какие-то развития, но он не цепляет чем-то, у него нет какой-то там глубины или какой-то интересного характера. А те, кто рядом с ним находятся, тоже непривлекательны по сути, то есть там каких-то историй, таких таинственных у них нет, они слишком какие-то предсказуемые, что ли, заштампованные. И очень много оборвано. Казалось бы, вот интересный у него друг, ученый, про него расскажите побольше. Но нет, автор его вскользь сбрасывает в сюжет, там или убивает, или что-то с ним делает, и все, на этом все заканчивается и не раскрывается. Вот как раз-таки вот этих глубин второстепенных персонажей, его-то не хватило, чтобы сопереживать как-то, чем-то больше хотелось бы узнать по этому миру. Плюс еще, все слишком разговоры там довольно-таки простые получались. Когда они говорили о физике, о науке, то все остальное там, да, нет, досложные ответы. Персонаж появлялся, что-то да, нет, да, нет отвечал и пропадал. Тоже, опять же, слабая часть. Очень слабая часть вообще это антагонисты, то есть главные враги, какая их мотивация, почему они собираются, действуют так, как они поступают, зачем. То есть там просто злодей, потому что он злодей. И он там пафосно так рассуждает, они там, когда и гоняются за главным героем. Все, вся мотивация, их вообще непонятно. Там пытаются это объяснить, но вот я этому ничего не верю. То есть там просто слишком картонный такой шаблонный герой. Он просто плохиш, да, и вот против него, точнее он против нашего героя будет действовать. И это все как-то слабо оказалось. Честно говоря, чтение, опять же, первая часть реально захватывает. Я думал, сейчас будет дальше. А потом все интерес скатывался, скатывался, и концовочка мне вообще не понравилась. Хотя, опять же, интересные идейки там про реальность мира, про вообще построение реальности, про управление реальностями, там про свет, про все остальное. Вот было интересно. Мне как не физику, да, мне тоже были интересные какие-то вещи. Но потом, потом все, говорю, стало слишком каким-то банальным интересным. Все эти боевики, драки там, вечные погони и тому подобное. Это действительно разочаровывает. Что бы еще хотелось сказать. Знаете, в этом романе он вышел в серии «Звезды научной фантастики». В этой же серии когда-то выходил «Поток Суариса». Помните книги, которая мне понравилась, которая была про тюрьму, где ученых, опять же, это примерно одного поля, я бы сказал, книги. Но там роман побольше, там больше продуманы какие-то мелкие детали, там очень показано, как влияют открытия ученых, что могло измениться. И там мотивация противников была понятна. И там интереснее были всякие эти технологии и так далее. То есть «Поток Суариса», хоть это похоже на эту книгу, но она мне показалась покруче. Хотя тоже, опять же, не шедевр и тому подобное. То, что я не буду перечитывать. Здесь же примерно схожие даже какие-то идеи можно провести, там параллели, связанные с контролированием открытий каких-то и так далее. Но все слишком поверхностно объяснено. Такое чувство, что на первой половине автор трудился очень основательно, а потом он просто уже начал гнать сюжет и быстрее закончить. Я еще прочитал, что в данный момент автор работает на Тихоокеанском побережье, автором индустрии видеоигр. И вот как-то, может, это тоже откладывает определенный отпечаток, что становится немного так заштампованно и слишком простенько. И поступки там будут такие моменты, что там убивают, например, ученого, но его изобретение сохраняется для того, чтобы в конце книги к этому изобретению опять прийти. Непонятно, почему сразу нельзя было уничтожить, когда ученого убили. И прочие-прочие какие-то ляпы, они будут бросаться в глаза, и в результате впечатление подпорчено. Вот такой у меня сложился злообзор об этой книге. Опять же, скажу все-таки немного плюсов. Это вот то, что эта серия «Звезды научной фантастики» знакомит меня с новыми авторами. Ну, не пересдают что-то, какие-то вещи, а новые авторы выходят. Но не стоило все-таки позиционировать это, и сюда видно нужные продажи. Номинант премии Ньюбелла и Локос. Эти хвалебные аннотации, они как раз-таки, возможно, и заставляют купить книгу, но сделают завышенные ожидания, и ты разочаровываешься от того, что ты, собственно, прочитал. Со временем, я думаю, я забуду уже этот сюжет, но вот идеи первоначальные, эту часть, когда ученый придумал свою, как он ставил эксперименты, очень интересно, и животных когда приводил, и так далее. Вот мне эта часть действительно увлекала. Я думал, вот действительно сейчас будет что-то классно. Но вот, к сожалению, повторяюсь, разочаровал меня концовочкой. Подведу итог. Серия, книга в этой серии довольно слабая оказалась. Лучше, по сути, прочитать Суареса «Поток», если конкретно вот эта тема интересна, связанная с открытиями с учеными. Ну, в этой, я имею в виду, в линейке. А так, более глобальные, более проверенные хиты. Почитайте Питера Уотса, где вот прям действительно звезды научной фантастики. Здесь, к сожалению, читайте первую часть книги, а потом просто пролистывайте всю эту боевую часть на самую концовку, чтобы узнать, чем все закончится, и как этот эксперимент повлиял на весь мир, и что там будут делать ученые, кто там вообще выживет, и так далее. Вот такой у меня получился злообзор. Читайте хорошие книги. Эта книга, к сожалению, только максимум шестерочку можно поставить, именно за первую половину книги. С вами был Сергей, проект Пола. Пока!